В обход по техническому мосту в районе станции Аметьева ежедневно проходят десятки людей. Все они в основном жильцы новостройки на проспекте Универсиады. И этот опасный переход – самый короткий путь к остановке. Например, оттуда 5 минут и 10 минут до метро. А так-то обойти больше даже полчаса. Ну, тяжело, тяжело. Государство что думает, не знаю я. Ближайший безопасный обход этого железнодорожного переезда – подземный переход, который находится в нескольких десятках метров отсюда. Но пока он особой популярностью не пользуется. Люди пренебрегают своей безопасностью для того, чтобы сэкономить время. Поезд может внезапно выскочить из-за поворота и отойти в сторону на узкой переправе уже не получится. За 2016 год в подобных местах 16 человек получили серьезные травмы. А именно на этом месте последний случай произошел 24 января. Проходящий поезд зацепил пешехода за одежду. Девушка чудом осталась жива. Я прекрасно понимаю, что это очень опасно, травма опасна. Очень много ходят с детьми здесь, с маленькими. Не дай бог, что-то произойдет. До первого случая я иду. Но никакой дороги к метро больше нет. Зная то, что это нарушение, вы нарушаете? Да, да. А что? А вот как это? Как это? Да, тратить метро. Переходить проспект универсиады в другом месте действительно неудобно. Склон, на котором расположена станция, больше похож на неприступную крепость. И восхождение к ней по обледенелым тропинкам – удовольствие малоприятное. В рамках инвестиционного проекта 2017 года предусмотрено строительство двух пешеходных переходов, оборудованных световой и звуковой сигнализацией. Сегодня нарушителей не штрафовали. Просто предупреждали и раздавали листовки. Кстати, штраф за такое нарушение всего 100 рублей. Но дело, конечно, не в штрафах. На таком переходе можно потерять гораздо больше. Пока же местным жителям приходится выбирать между удобством и безопасностью. И выбор часто не в пользу последнего. Эмилий Сламов, Александр Лобанов, ТНВ «Казань».